ЛЦИФЕР Сатана ЛЦИФЕР был херувим, то есть когда есть связь хвалы херувимов, нас, народа Божьего, как колеса, и такая вот музыка, такая мысль мелькнула, вот знаете, есть мюзиклы, а есть мюзиклы, там всегда поют, знаете, вот фильм есть, но там не разговаривают, там поют, поют безо... Вот у меня что-то мелькнула мысль, что на небе что-то вот, что-то похоже, как мюзикл такой идет, то есть там не просто Юра там, как дела, там это будет с какой-то музыкой, сопряжено с каким-то красивым чем-то, то есть это не будет, конечно, шоу наиграть, да, ну посмотрим, посмотрим... Индийский фильм Интересные события развиваются у нас под носом, вот, да, под носом, слоем Просто кто-то смотрит, кто-то не видит А он говорит, что, а как ее читать без святого духа? Один брат написал, может, будет смотреть Ну, кипиш, кипиш, он с Израиля, с еврея, кипиш Братик Аарончик Пишет, кипиш, Юрий, кипиш Библия, все, которое мы читаем, все не то Все изменили давным-давно, все переменили Я говорю, так в оригинале, оригиналы поменяли, подменили, подсунули Что делать? Как ты будешь теперь проповедовать? Я говорю, в смысле, ну, у тебя же Библия искаженная, все, гады поменяли, все Какие-то фашисты, да Есть автор И я говорю, ну так Бог-то бодрствует над словом своим Неужели он как-то вот на самотек это опустил, и чтобы сегодня мы миллионы его детей читали какое-то искаженное слово Но даже если, вот как Коля правильно сказал, даже если исказили, дух святой откроет и даст правильное понимание Потому что смысл не в слове, не в буквочках, не в вот точное значение греческого, персидского, там, тюркского Вот такое вот окончание, две точки Все поменялся, весь смысл Земля плоская, ну и что? Ну и что? Хоть плоская, хоть круглая Что это поменяло? Как будто, да, от того, что ты эти точки понял, жизнь вдруг преобразилась Ты вообще взглянула жизнь с другими глазами, и все стало меняться Вышел на улицу, те же ямы в асфальте, та же грязь На плоской, на круглой земле, без разницы Итак И вот Слово открывается Открывается, открывается Я читаю сейчас Езекииля уже какое-то время И есть вот такие переводы, иногда они очень интересные дают переводы Езекииля 34 глава Интересные переводы дают интересные переводы Некоторые слова просто более остро подчеркивают ситуацию Здесь разборки Бога с Израилем И вот в одном месте он пишет С 15 стиха 34 главы Я читаю современный русский перевод Я сам буду пасти мое стадо Бог говорит Круто вообще Я сам дарую ему отдых, говорит Господь Бог Отбившуюся от овцу я отыщу Заблудшую возвращу Видите, есть разные Есть отпившиеся, а есть заблудшие Одна сестра пела Блудили все, как овцы мои Ходили каждый В своей травой В оригинале блуждали все, как овцы Значит, заблудшую, что он говорит Возвращу Раненую перевяжу Ослабевшую поддержу А разжревшую и заматеревшую уничтожу Такое слово заматеревшую Это не в смысле, что она мамой стала Кто такие матерые Это уже такие именно Вот знаете, как я вспомнил Кто такой заматеревший Вот мы, я когда в американский футбол пришел Первая тренировка Первая Ну ты заходишь в раздевалку Среда, я помню Запомнил Значит, ходят Уже те, которые там несколько лет играют по раздевалке Что новенькие Ну хана вам сегодня новенькие Ходят матерые Матерые такие же Ну все, мы вас сегодня будем И такой Ну именно У меня там в два раза младше А мне страшно И действительно Но прошел год и ты уже ходишь Такой Попробуйте кто-то скажет Сейчас я тебя буду Ну пошли То есть заматеревшая Это уже такая Освоившаяся овца Что там, Колька А ну подвинься Дедовщина Но Бог сказал Недвусмысленно Уничтожу Или в синодальном Истреблю По-моему И буду пасти Как подобает То есть Господь Проводит ревизию В своем стаде И он говорит Стадо стадом Да, у вас проблемы В стаде Там пастухи Он с ними разобрался Но тем не менее И среди овец Будут разборки Не только пастухам Достанется С овцами тоже И будут какие-то А я овечка Но какие-то овечки Будут уничтожены Просто-напросто И две категории Разжревшие И заматеревшие Как все на дальнем Кто читает? Буйные Буйные, да? Разжревшие Буйные Истреблю То есть вот это запоминаем И на днях Такой у меня был разговор Разговор с Господом На тему Мы сейчас живем В век изобилия Духовного Я имею ввиду Что пищи Какую хочешь В прямом эфире То есть буквально там Не успел с конвейера Сойти Уже тебе в рот сразу Духовное Если кто помнит Уверовавшие в 90-е Как мы получали пищу В консервах Все Тревог Пяти Десятилетней давности Проповеди Которые к нам На видеокассетах Добирались Пока их переведут На русский Я помню Фил Дрискал В 89-й год В Упсале В Упсале В Швеции Выступал в спортивном Розовом Или сиреневом костюме Потому что его вещи Не прилетели Он прилетел А вещи потеряли И мы эту кассету Смотрели Ну десятки раз В 95-м году Прошло Сколько-то лет Пока до нас Это дошло Но сейчас Уже нас не устраивает А ты смотрел Проповедь Последнюю проповедь Крюковского Я еще Смотрю Трехлетней давности Это уже все Сейчас Вот что там И Вот такое время Мы живем Когда из-за этого Изобилия Начинается Пресущение Что такое Пресущение Это когда-то Уже обожрался Так что Уже это не хочу То не надо Это уже Чай мне не тот Принесли Там все Пюре Это уже Себе оставь То есть Мы начинаем Как это говорится Перебирать Харчами И вот Об этом Приблизительно Какие-то Худые Каким-то Овцам Еды не достается А вы Жируете То есть Где-то Кто-то Там За счастье Слово Получить А здесь Уже Такое Изобилие Слова Уже Дмитрий Рассказывал Есть церкви Где уже Кто только Не был Каких только Звезд Не было Уже Уже Их Не вставляет Как наркомана То ему Пол Шишечки И хорошо А тут уже Что не колешь Уже Ничего Что такое Как трезвый Что там Кто Приезжает А такой Приезжает О нет Это мне Не очень Нравится Я Сидь Дома Побуду Без меня Так ты Лидер Прославления Ну Что же Делать Он Юрка Споет Вот Вот это Пресещение Это Одна Из Ловушек Нашего Времени Когда Вот Вокруг Такого Изобилия И Теперь Почитаем Уже Что Библия Говорит На эту Тему Притча 27 Потому Что Ожирение Опасная Штука Как И Переедание Переедание Приравнивается К пьянству Кто не знает По Библии Объедание Это Приравнивается Что ты Бухаешь Что такое Объедание Это Когда ты ешь Намного Больше Чем тебе Нужно Телу Твоему Для жизни Или Как эти Были Помните Перы В Риме По моему Что там Специально Рыгать Ходили Чтоб Все Попробовать То есть Ты Нажрался 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 Тебе дают Какое Перышко Ты идешь На специальные Места И По второму Кругу Другие Блюда Что ты Бира Первый Не прекращался Тазики Да Блюванул И дальше Так что Притча 27 В те времена Люди Жили Писали Восьмидесяти Сытая Душа Попирает И Сод Или Мед А голодная Душа Все Горькое Сладко Почему Иисус Сказал Блаженные Голодные И Жаждущие Алчущие И Жаждущие Правды Они Насытятся Блаженные Счастливые Голодные Потому что Голодному Вот кто Был Голодный Кто Был Попадал Что нету Пить Очень давно Ты пьешь С лужем Видишь Находишь Воду Не Потому что Ты думаешь Я умру Сейчас Или идешь Там Когда сильно Голодно В походе Еды нет Жрешь Шишки Все Подряд Что попадается Какие-то Ягоды Помню Цветочки Какие-то Даже Ели Чтоб Немножко Голод Заглушить С Голодухи Там Люди Тараканов И гусеницы Кушают Потому что Голод Такая Штука Но Сытая Душа Попирает Фу Уберите От меня Шо Это Там Кто Шапов Шаповалова Больше Мне не Давайте Душу Слушай Не Тот Не Вставляет Не Вставляет Шаповалов Новый Мне Нужен Наркотик Дмитрий Крюковский По Венам О Крюковский Это К К сожалению Так Тоже Происходит Дмитрий Не Обидится Я Верю Итак Сытая Душа Попирается Сытость Приводит Бесчинству Понебратству И хамству Вот К чему Ведет Сытость Вспоминая Вот Эти Голодные 90-е Годы И духовные И физические Вот Мы С Дмитрием Перед Отлетом Общались И мы Вспомнили Что Человек Не мог Себ Позволить Хаять Каких-то Служителей Вот Которых Мы Слушали Помню Слушали Там То что Было То и Слушали То что Было То читали Не было Особо Такого Выбора Богатого И Даже Если что-то Тебе Не понравилось Вот Билли Грэм Не пошел Никогда Не было Такого Чтобы Ты Как-то Позволил Себе Высказаться Грубо Унизительно В его адрес Да Он Религиевой Он Сдулся Он Съехал Все Не было Такого То есть Была Какая-то Благодарность За все Вот Такая Детская Благодарность Конечно Сейчас уже Что об этом Говорить Другое Время Но Попадала В руки Какая-то Книжечка Такая Радость Была Ты Идешь Домой С радостью Я буду Сегодня Читать Такая Книга Мощная Вот Чманони Помните Нормальная Жизнь Христианина Такая Ну Там Пришло Или А когда Банихина Книги Появились Доброе утро Дух Святой Это Счастья Не было Конца Я помню Доброе утро Дух Святой Пришла Я пришел На служение Где Дима В церкви Криковский Церковь Нового Завета И Эта Служение И прочел За полтора Часа Два Прошло Служение Вместо Своего Что там Кто там Был пастор Такой С Америки Ну Понятно Что Сильно Ничего Не выловил Не выловить Было И он Приходит И говорит Бау Бау Все Возвращаю То есть Передал Такая Была Жажда Ну Что Это Жажда Жажда Итак Сытая Душа Попирает И Сот То есть Вот Это Проблема С сегодняшнего дня Пресыщенные люди Смотрите Они постоянно Чем-то Недовольны Заметили Вот Не те вилки Много соли Мало соли Много перца Мало перца Вот в плане еды То есть Они начинают Перебирать Они начинают Ходить от стола К столу И дальше Бог говорит Вот Изекииля Вы говорит Кушайте Остальное Ногами своими Портите Мутите И Людям приходится Кушать Какую-то Грязь Баламученную Вами Вы толкаетесь И не даете Никому Нормально Кушать Рядом с вами Потому что Жирная Овца Она Такая Зацепит И Мало Не покажется То есть Пресыщенные люди Постоянно Находят Недостатки Во всем Вот Этот уже Не вставляет Этот не лезет Этот не идет И тот Ошибся И этот Мне перестал Нравиться Кто-то Говорит Говорит Сидели Нашиповали И пересели На вас Спасибо большое Пересели Зачем Мы что Какие-то Эти Потом на нас Посидели Не все Пересели Там на Сережу Какого-нибудь То есть И такие ребята Они как правило Везде гадят Вот гадят Пришел к этому Столу Потерся Нагадил Ушел У нас Вот тоже Вы помните Были такие Пассажиры В церкви Приехали Нагадили Уехали Потом звонят А вы такого-то Знаете Конечно Знаю Только вот Отмылись Фу Он тут так Нагадил Следующий А вот такого-то Знаете Вот есть люди У которых Их мало Но я о них говорю Когда спрашивают Вы знаете Я говорю Гоните в шею Вот Я не говорю Ну хороший парень Но надо Вот как бы Там Нет Гоните В шею И чем раньше Тем лучше Есть такие вот люди Как гаденыши Вот они ходят Гадят везде Где не появятся Нагадят Уедят Уйдут Набаламутят Нарыгают Вот это все Вот это Пресыщение И идет И Как результат Неблагодарность Почему там Ледяев не тот Я лично буду Благодарить Бога За Ледяева Вот всю свою жизнь Потому что я вырос На этих проповедях Как Сейчас я его не слушаю Это уже другой вопрос Но Ставить палец Говорит Он там такой Секой А он такой Секой А я сейчас Тебя разоблачу Да Остынь Потому что Да Кто-то Пока ты там Бухал Блудил И кололся Кто-то за тебя Молился О Сейчас он уже Не тот Так скажи спасибо Что он вымолил Что ты Спасся Потом Так что Пресыщенные Люди Постоянно Чем-то Недовольны Вот во всем Находят Недостатки Изъяны И везде Баламутят Ходят и баламутят Зашел В группу Набаламутил Ушел Накомментировал Есть такие Вот на ютуб Они Заплывают Иногда Послушали Написали Ну такие Прославление Какой-то Ролик Это вообще Люди Вот такое Это вообще Люди Настолько Все плохо Ладно Еще читаем Притча 25 Стих Смотрите 27 Вот важно Как нехорошо Есть много Меда Все Пока То есть Библия говорит Что мед Хорош Что мед Хорош Он говорит Ешь Сын мой Мед Но тут же Он говорит Много Есть меда Нехорошо Кто-то Переедал Мед Когда Еще Как Он восстанавливается Не может переварить Ну плохо Желудок может Тормознуть Так вот Нехорошо Мед Хороший Много меда Плохо Вот мед Хороший Сейчас вы Войнете К чему Давайте так Переедание Это грех Не только Духовно Физически Переедание Как я испытал Переедание Когда я занимался Этим Пауэрлифтингом И мне заставили Кушать Ну От 6 раз в день И до 12 Надо было кушать Я начал Есть Есть Вначале Тяжело Как бы Заставляешь Потом порции Растут Тебе все Не хватает Последний раз Я случайно съел Вот этот Недельный запас Риса Я думал Взял просто Ел 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 Он кончился И жена Говорит Где рис Я говорю Я съел Так это на неделю Было Это же не на раз Но Оно даже Не про Но Вся эта пища Процентов 80 Уходила Знаете куда В унитаз Не в мышцы Телу не надо Так много Все это Переедание Заканчивалось Тем Что Рос Желудок Растягивался Появлялось Брюхо От этого Появлялся Жир То есть Вся эта пища Шла в унитаз И в жир В мышцы Шло чуть-чуть Тело Не может взять Все что ты ему суешь То есть На самом деле Я помню Смотрел Какого-то Мощного Качок И он показывал Свои порции Думал Что за смех Что за порции Ест качок Здоровенный Такой Оказывается Телу не надо Много Если ты знаешь Сколько ему надо И даешь Эту суточную норму Всех этих Калорий Жиров Это будут Маленькие порции И все И будут мышцы Так вот Я вкусил Что такое Переедание Это жесть Это жесть Потому что Когда я весил 107 Я не мог уже Спать нормально Уже Задыхался Мне все И все Отекало Вот Помните Ряху Эту Проповедующую Осилия Но В пауэлифтинге Жир нужен Никуда не денешься Но в жизни Он не нужен Поэтому Когда я прекратил Тело Сразу Фух И скинуло 10 килограмм Лишних Сразу Остальное Оставило Я Рад То есть Осталось Вот сколько Мне сейчас Не надо Но Переедание Это грех И вот Чем это Заканчивается В духе Ты не даешь Пище Нормально Перевариться И дать тебе Полезные элементы Но уже Запихиваешь В себя Новую пищу Отсюда Что Запоры Поносы И рвота Сейчас Теперь Духовно Что Происходит Христианцы Прослушал проповедь Понравилось Медом Не успел Осознать О чем проповедь Следующую Вот сейчас Конференция Крюковского Люди Запихивают Себе Всю конференцию Чуть ли не Отходя от монитора Это Переедание Это грех Написано Нехорошо Есть Много Меда Прослушал Учение Послушал Проповедь Возьми Несколько Дней Чтобы Хотя бы Поразмыслить Отшел Услышал Не Запихиваться По три Проповеди В сутки Ничего Не поняв Все это Выкакал И забыл Духовно Я имею ввиду Сюда Влетел Отсюда Вылетел Еще 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 А у Ненасытимости Две дочери Давай Давай То есть Чем больше ешь Тем больше Хочется есть Вот как Это работает В физическом Теле В духовном Так же Начинается Обжирание Духовного Шабовалова Кригорского Шагаса Сюда Тебе Джошуа И Тодд Бентли Побольше Бентли Побольше Я его люблю И все И человек Не успевает Понимаете Как Практически Никакой пользы Нет Практически Человек Не пошел Не начал Жить Как О чем Призывали Его в слове Поэтому Я считаю Что Учение Нужно Принимать Дозировано Это уже Каждый Для себя Решает Но нельзя Я взахлеб Прослушал Всю ростовскую Конференцию Крюковского Без остановки Три раза Молодец Что тебя ждет Понос Тебя ждет Потому что Ты не вынесешь Твое Дух Твой дух Не может Не успевать Впитать Истину Вот эту Соль Потом Ходит В запоре А что Ты такой Брат Загруженный Такой Напряженный Да что Не слушаешь Крюков Да что А этого Шавес Да Ничего Не хочу Слушать Не лезет Ничего Запор Застой Запор Запор Страшная штука Вообще Чтоб вы знали Или наоборот Ходит Поносит Не всех вокруг А поносил Какой-то Смесью Какого-то учений Да Там Нахватался И раздает Комментарии В интернете Вконтакте Ну Что ты несешь Да Что ты несешь Какой-то Почему понос Когда какие-то Несовместимые вещи Человек В себя Всовывает И его Ну Дух Говорит Ты что Сошел с ума И выбрасывает Это все Или через рот Или другое Там место Отсюда Да Вот это все Поэтому Нормальное Пищеварение Это счастье Правда же Ну Когда у тебя Ничего не болит Когда ты Видели Вот вспомните себя Как мы раньше Даже в церкви Как это у нас Как его Новый год Или что-то Вот Получение Даже 90 градусов Принять невозможно Только вот такое То есть Настолько плохо было Я помню Что мы лежали в Марьино Не знаю Кто за Олег Застал Может быть Вот Зачная молитва Впереди И вот пока ты там Я помню Дима Хестер И я с Галей Еще детей не было Мы были в ЮАР И попали В какое-то место Где-то путешествовали Остановились На ночлег И там так вкусно Кормили Что жаба давила Не съесть Там до такие порции Как принесли Знаете Вот такие большие тарелки Вот такое вот Мясо И жаба давила Не съесть И вот это вот И потом сидим И А Хестер Говорит Дима Она же Говорит Надо попрыгать Вышли на улицу Просто прыгали И оно так вот Трислось Вроде как Еще можно Даже То есть Переедание Ты плохо себя чувствуешь И какой воин Может воевать Когда он обожрался Подождите Да, меня Второзаконие Тридцать два Еще Сюда же Поэтому Интернет Интернет Слушатели Пожалуйста Будьте благоразумны Потому что Яков говорит Будьте исполнителями слова А не слушателями Только Обманывающие Самих себя Человек Который не исполняет Он как подошел В зеркало Посмотрел О, круто Я Священник И пошел дальше Сериалы Свои Ничего не изменилось Почему на конференциях Одни и те же люди С одними и те же проблемами Вот Одна из причин Возможная Человек Не впитывает Учение Да есть проповеди После которых Неделю ничего Слушать не надо Надо поразмышлять Переслушать Посмотреть в слове Вот где Переварить Первыми словами Переварить Слово Чтобы слово Отдало Все полезные элементы И тело насытилось Этим Напиталось И потом Следующее Не по 150 проповедей За неделю Второзаконие 32 Сейчас читаем Стих 15 И уточнел Израиль И стал упрям Уточнел Отолстел И разжирил И оставил он Бога Создавшего его И презрел И презрел Твердыню Спасения Своего Вот Итог Вот всех этих Всего этого Ожирения Уточнение ведет К чему Гордости Надменности И в итоге К презрению Бога И Божьего Почему люди Сегодня Смотришь Фанат Шиповалова Фанат был Все его проповеди Всем навязывал Тут уже Шиповалов Чуть ли не Антихрист У него Уже он его Хулит Он уже Его там Обзывает Он уже Везде критикует Что это Бесчинство пошло И хула На Божье Божье Есть такие Эксперты Они загибают Пальцы Бентли Беннихин Шиповалов Тебе Джошуа Крюковский Все это Фанат Кто ты Такой Ты че Белинэ Объелся Нет Учений Переслушал Слишком много И возомнил Себя Экспертом Значит Духовное Обжорство Да Это Слушать Слово Но не Исполнять Его Вот появляются Вот эти Эксперты Эксперты Вот Заматеревшие Матерые Такие Матерые Интернет Слушатели Проповедей Все знают Кто с кем Живет Кто с кем Встречается Кто с кем Где какие Служения Провел Такие есть Эксперты Они настолько Осведомлены И Вот смотрите Еще одно место Я прочитаю На сегодня Притча 25 25 И Очень Ну Вывод Будет Вывод 25 Стих 16 Нашел Ты мед Ешь Сколько тебе Потребно Чтобы не Присытиться Им И не Изблевать Его Нашел Мед Ешь Сколько Вот сколько Тебе нужно Для насыщения Иначе Если Переешь Изблюешь Его Мед Плохой Нет Ты дурак Не мед 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 Хороший Я наткнулся Такой проповедник Такое Это что Они плохие Нет Хорошие Просто Заметили Вот какой Еды Вот если Переесть Любой еды От любой Может стошнить Особенно От мяса Вот Перебрал Уже Не лезет А уже Особенно На шашлыках Поэтому Часто Переедание Ведет к тому Что ты Начинаешь Блевать От слова Божьего Блюют Люди Им уже Не лезет Им уже Противно Это все Становится И потом Приносит Блевотину Говорит Смотрите Плоды Служения Вот Я послушал Там Шаповалова Вот Получилось Нельзя Подседать На одно Учение Вот Важный Важный Момент Нельзя Подседать На какого-то Одного Служителя Нельзя Это путь Вот К этому В итоге От любви До ненависти В таком случае Очень короткий шаг От того Чтобы боготворить До того Чтобы хулить И проклинать В итоге Нельзя Давайте Слушать Разных Служителей Но это Не самое Важное Самое Важное Это слушать Лично Бога Вот Смотрите Какими бы полезными И вкусными Не были чьи-то учения Всегда 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 Должен быть Элемент Личного изучения Слова И слышания Бога Всегда Это чтобы не точнило И запоров Не было То есть Если я Убираю Слово Я его Лично Уже не изучаю Изучаю Только вместе С проповедующим И я не слышу Лично Бога Я слышу Только через Вот Бог не говорит Через него Отлично Бог говорит Через людей Это правда Но ты должен Слушать Лично Бога Это Первостепенно Знаете На что это Похоже Ну такой Вот примерчик Не самый лучший Но очень Очень наглядный Есть порядок Вот ты заходишь В туалет Первое что Снять Штаны Потом Уже делать Если ты пропускаешь Первый пункт И переходишь Сразу ко второму Ну Не красил Да Мог бы и не заходить В принципе Так вот Первый пункт Это Лично Слышать Бога Лично Изучать Слово Лично Когда ты Один Читаешь Библию Молишься Сравниваешь Смотришь Переводы Смотришь Значение С греческого Какие-то Ну у тебя Появляются Откровения От Духа Святого Если это Есть Тогда Переходи Смело Ко второму Пункту Слушать Учение Через интернет Учение Других Людей Толкование Слова Чьи-то Понимание Чьи-то Тогда Это Работает И пищеварение Духовное Будет Хорошим Ожирение В Духе Ведет Буйности Грубости Такие люди Начинают Чувствовать Себя Экспертами И суют Свой нос И язык Во все щели Или иными словами Мутят В воду Иногда Хочется Сказать Шо Ты тут Забыл Вот Человек Какой-то Получается Чувствовать Своим Долгом Прийти В гости И рассказать Что шкафы У вас Не так Стоят Неправильно Ты бутерброд Там Дядя Федор Да Ешь Какое Твое Дело Мой Бутерброд Хочу Так Ем Или Ты приходишь В гости Можешь Какой-то Совет Дать Когда Люди Куда бы Не зашли Везде Порядок Свой Хотят Навести Зачем Ты Суешь Свой Нос Не в Своей Епархию Я Пророк Хорошо Иди Там Пророчество Извращают Слово И перековеркивают Учения Вот это Тоже Одна Из Проблем Пресыщенности Помните Как Петр Говорил Что Павел Учит Его Учения Непростые Для понимания Многие Невежды Извращают Их В своей Погибели Вообще Поэтому Получается Шаповалов Сказал А он Вообще Другой Имел Ввиду Крюковский Сказал А он Вообще Не об этом Говорил А почему Ты так Понял Потому что Переел Заканчивай Нам Нельзя Потерять Детскую Зависимость От Бога Поэтому Сколько Б не Было У нас Откровений Учений Пусть Остается Вот Эта Простота И Задор 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 По сути Несут О жизни Разговаривают Но Есть Некое Наслаждение Когда Ты Слушаешь Так вот Учение Есть Так же Послушав Хорошее Учение Можно Испытать Даже Экстаз Такой Душевный То есть Вроде Как Ой Хорошо Ведь Согласитесь Когда Хорошо Поел На душе Весело Почему После того Как люди Ели Они Начали Танцевать Плясать Пить То есть Душа Развернулась Когда Ты На полный Желудок Легко Петь Хвали Душа Моя Бога Потому что Как-то Само По себе Душа Хочет Хвалить Но В посте Она Уже Так Особо Не радуется Душа Скорбит Поэтому Вот так же И в духе Знаете К чему К чему Приводит Приведет Если мы Не начнем Вот тормозить В плане Поглощения Вот этих Учений К тому Что Ну в конце Казов Можно быть Истребленным Можно сам Того Не разумея Мутить И топтать И мешать Окружающим Поэтому Я бы сказал Так Знающий Как не знающий Я Вот верующий Давно Я много Знаю Но Слушая Новостей Бог может Сказать Через Баптистского Проповедения Можно Это не уловить Потому что Я слишком Жирный Стал Чтобы Слышать Но Голодной Души Все Горько И сладко Блаженный Алчущий И жаждущий Итак Выводы Итоги Не надо Напихиваться Проповедями Прослушав Хорошее Слово Которое Коснулось Дать День Дать Два Переварить Подумать Об этом Прочитать Еще раз То что Записал Вот с таким Подходом Будет Шанс Что это Переварится Не надо Захлеб Я взахлеб Слушаю Я не могу Остановиться Три дня Уже Это Плохо Это Запой Знаете Запои Люди Бывают Или как Там Сказать В плане Еды Попал Ты Все Не можешь Остановиться Потом Это Как люди Отходят После запоев Кто-то Был в запое Вы помните Плохо Отходят И рыгают И голова Болит И ничего Не хочется Все Плохо Ломает Так вот Чтобы такого Не было В меру Нашел мед Ешь Сколько Тебе потребно Чтобы потом Его не вырвать Хорошо Отец Небесный Мы молимся Мы просим На основании Этого слова Сохрани нас От ожирения И пресыщения Господь Не дай нам Ожиреть И уточнять И забыть Тебя Мы молимся Во всем этом Изобилии Сегодняшних Духовных Учений Проповедей Конференции Этой пищи Дай нам Мудрость Чтобы выборочно По откровению Святого Духа Что-либо Кушать Но не быть Всеядными Существами Которые поглощают Все подряд И не переваривая Просто Выплевывают Это наружу Мы хотим Извлекать Суть Извлекать Пользу Из каждого Послания Которое Мы будем Слушать Или принимать В свою жизнь И так же Господь Пусть на первом месте У нас всегда Остается Это личное Откровение Личное Познание Тебя Через Личные отношения С Тобой Без каких-либо Посредников Не дай нам Подседать Ни на чьи учения Ни на чьи служения Ни на каких Проповедников Ни на какие Помазания Какие бы хорошие Они не были Мы благодарим Тебя за всех Твоих служителей Но пусть всегда Номером один Будет оставаться Наша с тобой Тайная комната Наша с тобой Скиния Где ты открываешься Нам лично Так как никогда И через кого Не можешь отрыться Мы благодарим Тебя за то Что умножается Познание Умножается Ведение И во всем этом Дай нам остаться Алчущими И жаждущими Алчущими И жаждущими Правды Твоей Истины Твоей И Царства Твоего Господь Во имя Аминь Аминь У меня вчера Такое Слово пришло Как было Эту тему Я не помню Там написано Кто слушает И исполняет Мое слово К тому Я приду И Отец Мой И обитель Сотворим И у меня И у меня Тоже Над этим Размышлял Столько информации Что Кому не это Все Да я знаю Да я слушал А вот Бог Показал Именно на это Кто соблюдает И Знаете так интересно Что Иисус Личность И Отец Личность Сами придут К тому Кто исполняет То есть Не надо даже Сверхмир Это все Там просто Написано Что Кто исполняет К тому Бог И обитель Сотворим Обитать Будет У него Ну Вообще Знаешь Такое У меня Мысль Мечта Я бы так Сказал Мечта Пока Мечты Такое Время Потребительства Мы живем Когда люди Хотят Получить Максимум Возможного Из всего Ну Ты приходишь Представьте Вот у нас Было Не знаю Есть или нет Юар Просто Такое Есть Я там Попал В эту Ловушку Столовая Где Ты Ну Там Сто Рублей Заплатил И ты можешь Взять Все Что Хочешь Сколько Мы Брали Намного Больше Чем Нам Нужно От Жадности То есть Мы во всем Хотим Максимум Взять А что Еще Можно За эти Деньги Получить Так Вот Конференции Люди Едут На конференцию И Никто Не захочет Ради Одной Проповеди Ехать Правда Поэтому Три Четыре Служения В день Три Три Дня Может Ли Человек Просто Впитать Все Нет Он После Первого Одно Двух Проповедей Он Забит Все Желудок Полон И все Остальное Это Просто Человек Сидит То есть Мечта Какая Что Дорасти До Такого Состояния Что Ты Люди Мы Соглашаемся Ехать Медвежьегорск Ради Одного Служения То есть Ты Приехал Ты Получил Послание Но Это Послание Будет В 10 Раз Эффективнее Чем Эти Недельные Конференции По 3-4 Которые Как бы Ну Ты Пришел А ну Вышло Потом Не Принеся Пользы Как это Слово Слышанное Нерастворенное Вера То есть А ведь Может Такого То есть Пример Бог Там Посылает Там Служителя Едь туда За 3-9 земель Аж С ЮАР Окей Но я Еду Так далеко Это так Дорого Стоит И что Я одно Послание Буду выдавать Люди Не поймут Люди Хотят Максимум Получить За то Что И Это должно Изменить Это потребительство Вот Это навязано Чем Вот этим Маркетингом Из мира Который Нас научил Что и в церкви Должно быть То же самое Я же 3 тысячи Заплатил Пожалуйста Найти 3 тысячи Мне 12 Служений Так оно Тебе пользу Не принесет Хорошо Есть запись Можно потом Переслушать Через Некоторое Время И спокойно Это впитать Но То есть Эффективность К примеру Ты приехал Бог говорит Сегодня ты будешь Проповедовать Полчаса Едешь назад В ЮАР Что И вы представляете Когда Собралось Там тысяча человек За всей России И выходит Дмитрий И говорит Братья и сестры Бог меня прислал У меня есть послание На полчаса И я уезжаю И это все Я не буду Ничего больше Как бы Ну как сказать Вам Производят В людях Перемен Настолько Что все Эти конференции Месте взятые Не сделали Вот сила По поводу Пищи Я сейчас Вычислил Два таких Сферы Когда люди Слушают Диму Либо Шола Христа Либо еще Какого-то Человека Другого Какого-то Какого-то Еще Другого Ну там Это Джуршон Если Понимаете Джуршон Вот Они это Самое Просто Многие Ну как бы Да Отвечая Таких Людей Они просто Как бы Они либо Жирные Короче Либо они Либо они Просто Младенцы И вы знаете Вот на России В Украине Когда Ты покушаешь Огурцы А потом Молока Попьешь И сразу Что Идет Туалет Вот А вот Дима Он носит Авокадо Виде Вот Большая Авокадо Манго Там Манго Принес Ем Раз 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 Дал Покушайся И потом Раз Вышел Молока Попил Он Растворяет В молоке И он Сразу Раз И Покакал А второе То Что Сейчас Ты Тебе Скажет Тебе Скажет Это Перед Тебе Раздеваться А мы Перед Богом Раздеты Обнажены Понимаешь Библию Он ему не нужно это. Его просто это разнесет. Сейчас непонятно, ты за это или против? За нас. Паша Криво. Всегда. Все, тогда хорошо. Я за вас. Так бы и сказал сразу. Так бы и сказал сразу. Я за нас. Сложно сидеть здесь. Могу лицу куда пойку, чтобы раздражать, чтобы победить. Сразу по носу, короче. Поэтому Дима Манго с него приносит. Представляешь, Манго. Видишь этот аватар? Срывай, папайя открывает. Я его пять штук уже сел в жизни вообще. Папайя большой. Представляешь, я никогда его не видел. Вот этого небеда там, этого, как его, Моисель. Соседа. Никогда на Дима Дима этот человек его слушает. Они, кстати, Георгий тоже вернулся. И мы с ним сошлись. Они в ЮАР тащатся все с авокадо. Оно везде суется. А мне вообще не понравилось. Вообще, я не понял, что это на что похоже. Да оно будет же ни на что не похоже. Странно. И... Такое, да. Но это фрук. Вместо авокадо. По перси. А это не сладкое. И они его еще как-то варят. Такое вареное. Не, его, короче, чистишь и блогаешь, короче. Они очень... Или просто давишь, он вилкой. Оно полезное, говорит. Да. Насчет хотел коротких проповедей. Это похоже, как вот для... Мне так увиделось, как концентрат. То есть, лучше же, ну, более праведно, мне кажется, давать концентрат. И ты можешь разбавить его сам, чем хочешь. Чем уже разбавленное давать, и мы можем во многом не знать, что там намешано, как вот в продуктах. Вещь, поэтому апостолы, они конференции не проводили, они жили, да? То есть, он приезжал, и он жил так, чтобы не за три дня выдать то, что там за год, а он каждый день, как бы, чук дали. По мере... Потом, да, раз практически какие-то там... Служители слова. Кто-нибудь там, помнишь, что-то есть, да? Вот такой термин, вот они там, да? Как вино, вот. Да, красави, вовремя, вовремя, да. Концентрировано такое, настоящее. А я даже такое видел. Ну, тоже. И его разбавляли, помнишь, на свадьбе разбавляли? Да. То есть, концентрировано. Ну, как вот слово, да, допустим, это вот... Свол дерева. И, как бы, объясняют это духовное слово Божие, да, как вот, ну, ветки, то есть, вот мы своей душой, как бы... И вот тоже вот, ну, нельзя слишком много ветвистых, как бы, ну, вот так вот это раски. То есть, есть слово, ну, должно быть понимание какой публики, ну, я как вижу. И вот, сколько нужно веток, чтобы, ну, чуть-чуть... А можно же, как, ну, вот, в бок уходить, да? Начинаешь о нем, там ушел в другое, а потом в третье. Да, о чем это я, да? И, короче, у себя такое дерево, что даже, ну, сердце, как это, сердцевину забыли. Ну, что вот... Сейчас как раз вот про слово... Вот это Кацца начитывал, ну, как раз вот про слово пойдет. Да-да, хочешь так его. Ну, там еще... Осолился, да? Ну, фамилия Кацца... Нет, там классно тоже, вот он насчет этого, ну, как про образ с крестом проповедь он сравнивает. То есть, в том плане, что, ну, вот эти все заученные, заготовленные вещи, или ты, как бы, переживаешь крест, то есть ты, ну, как бы, некоторое унижение, то есть даже. То есть ты не готовишься, ты просто даешь то, что Бог тебе дает. То есть, я, ну, как бы, он мечтает, что вступят такие моменты, то, что, когда проповедник, он скажет, там, допустим, мне слово Бог сегодня не дал, да? Ну, то есть, когда вот эта смелость такая будет приходить. Ну, вот про то, что ты говоришь, Дима, там, говори, там, полчаса, там, все. То есть, вот это люди, они ожидают, и, как бы, ты для их ожидания, там, начинаешь, там, воду лить, или, там, что-то там разбавлять, или что-то, ну, как бы... То есть, а если мы слово Божие говорим, то есть, то мы не должны примешивать какие-то свои, там, да, расклады, свои оформления, там, ну, от души. Или что-то даже пережил, вот, да, какой-то, например, как принцип, вот, для него, как Бог открыл, и он начинает, как бы, доктрин из этого строить. То есть, оно, может, действительно, для него сработало, а это должны уже все, а вот это тоже считаю неправильным, как бы, да? Просто я, допустим, для себя некоторые моменты переживаю, допустим, когда ты, там, в хвале начинаешь, и ты понимаешь, что у тебя ничего нет, ну, ты не знаешь ничего, что тебе петь, ну, Бог рождает в этом произведении. Ты, ты, как бы, переживаешь какие-то волнения, там, что-то, чего-то, ну, как бы, ну, Бог рождает что-то в этот момент. Я, 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 я знаю, когда ты. И за посланника, если ты же классные вещи, говорит, ну, что, что, то есть, что посланник, да, то есть, он от церкви идет, то есть, и он в одном духе с собранием сегодня. То есть, он несет, как бы, являет того Христа, который в этом собрании. То есть, ну, это нет такого, что ты, там, откуда-то, там, посланник, сам себе посланник. Есть община, с которой ты отождествлен в одном духе. То есть, и ты несешь послание этой общины, скажем так, можно, можно так сказать. То есть, от Бога, через Бога. Или хуже еще, когда человек говорит, что он откуда-то, сам не является оттуда вообще никем, да, делает какие-то вещи, потом за это спрашивает. Это же, конечно, это еще зрелость не только служителя, но и церкви, которая готова к такому повороту событий. То есть, к примеру, готовность ехать, там, в Стерлитамак или, там, в Белгород, зная, что служение может быть коротким. Может, на три дня ты едешь, а может, ты едешь на полчаса. А сейчас же, как бы, мы распланировали, как Дух Святой, только, как хочешь, так и вписывайся, пожалуйста. У нас три дня, как говорится. Да, у нас три дня, ничего не знают. За все заплачено. Что значит, ты закончил, Дух Святой, да? Люди же, ну, не поймут. Ну, видишь, из-за того, что еще этой готовности нет, вот и нету. Конечно, Господь, Он дает. Я, допустим, считаю, что даже если служитель от себя что-то несет, в этом тоже может быть польза. Ну, безусловно, не то. Но это не то, что совсем бесплатно. Ну, опыт, как бы, все там, продвижение. Ну, бывает, даже из ничтожного что-то дароценное. Но это же несовершенный путь. Это уже, как бы, ну, это несовершенная воля Божья. То есть послушать хорошего человека, это же неплохо. Не обязательно верующего даже. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.